Приветствую, меня зовут Алекс Хатчинсон, я креативный директор Ассасин's Creed 3. Сегодня я рад представить вам сцену городского геймплея. В Ассасин's Creed 3 две крупные городские локации. Одна из них Нью-Йорк, а во второй мы находимся сейчас. Это Бостон. Оба города были воссозданы в масштабе примерно 1 к 3 по найденным нами картам 18 века. Поэтому множество достопримечательностей того времени сохранены в игре, но окружающая обстановка другая. Небольшая фишка. Сейчас вы видите комбинацию приемов старой школы Ассасин's Creed. Не просто укрытие в стоге сена, но и убийство оттуда. И все это теперь в движущейся повозке. Мы также постарались сильно интегрировать второстепенные миссии в основное повествование и в ваши впечатления от города. Поэтому при перемещении по Нью-Йорку, Бостону или даже на границе вы будете встречать персонажей, которым вы можете помочь. Мы добавили стелс позиционирования в игру. Вы можете спрятаться за стенами или даже деревьями и, конечно, убивать из этих позиций. Это добавляет разнообразия и помогает погрузиться в мир игры. Сейчас вы видите новый элемент. Зона наблюдения. Это некие мобильные укрытия, позволяющие вам оставаться незамеченным. Возможно, вы уже видели этот прием ранее, но сегодня мы покажем вам, как это можно использовать в случае стелс-прохождения. Вы можете подвесить врага на дерево, отвлечь этим его напарников, получив возможность освободить этого джентльмена. Мы поработали над толпой, чтобы сделать ее более разнообразной. На людей влияет погода, влияют окружающие люди. Мы хотели сделать город как можно более живым и реальным. Куры и животные тоже новые элементы толпы. Как видите, Коннор также может укрыться между любыми двумя персонажами. К примеру, между этими парнями. Перенять их манеру поведения и остаться незамеченным в любых условиях. И, конечно, даже из-за этой позиции вы можете напасть на противника. Боевую систему мы полностью переделали. Коннор — смертоносный мастер. Большинство его основных атак используют одновременно два оружия. Мы поработали над плавностью сражения. Ваша цель, как игрока, — продолжать цепочку убийств, совершая верные приемы. Мы также поработали над разными типами врагов и разным поведением. Поэтому вам придется адаптироваться, чтобы побеждать быстро и чисто. И также мы переработали систему здоровья. Оно теперь не восстанавливается в бою. Нет никакой поддержки в виде эликсиров здоровья. Вам придется выжить в бою, чтобы восстановить здоровье. Городская навигация — это неотъемлемая составляющая игры. Также потерпевшие изменения. Это, например, новые объекты, такие как эти прилавки, использование движущихся объектов, как вы уже видели ранее, движение по наклонной поверхности и, конечно, наше любимое — способность пробираться через здание, чтобы сбросить преследователей. Несмотря на то, что мы зареклись не добавлять аспекты механики только из-за того, что они традиционны для серии, нам очень нравится ощущение, что Ассасин никогда не действует в одиночку. В течение игры вы будете находить себе помощников, и мы придумали много новых вариантов использования подмоги. Как, например, сейчас наши напарники появились замаскированными солдатами и помогут нам, не вызывая подозрений, пройти охрану на входе в порт. Коннор — это смесь кровей. Он наполовину американец, наполовину европеец. Это не просто для экзотичности сюжета, но также дает нам большую свободу в выборе средств, предоставляемых игрокам. Тамагавку вы уже видели, а теперь взгляните на лук. Смерть этого парня привлечет внимание солдат с корабля, и вы сможете спрятаться на борту. Можно также на ходу подобрать мушкет и опробовать еще один новый прием. Все соответствует контексту, так что человека у края можно столкнуть вниз. Мы очень надеемся, что вам понравился этот первый взгляд на городской геймплей в Бостоне. Ждите новых материалов в ближайшей неделе. Ролик переведен и озвучен на русский язык по заказу сайта playground.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова